Доброе утро! Разветы не прекрасно наблюдать. Как снег идет за окном. Посмотрите, как красиво он падает. Он просто ровно валит. Вот прям валит. Обещают сегодня, что очень много навалит. Планировали, называется, поехать по музеям. Посмотрим. В общем, ребята, доброе утро. Сегодня 12 февраля. Незаметно приближается день влюбленных, день Валентина. В этот день у меня двойной праздник. Во-первых, Валентина – это моя мама. Поэтому для меня всегда, прежде всего, это был как день ангела, да, Валентина. Хотя, возможно, это и не так, конечно. Но для меня это так. И, во-вторых, у меня, у моей подруги день рождения. Подруги, которая здесь была в Израиле, а теперь здесь в Канаде. Я буду ее ехать поздравлять. Утром. Так что 14 февраля – это для меня достаточно веселый день. И это никак не связано с любовью, кстати. Хотя в молодости, наверное, у меня это и был день, который связан с любовью. Там с мальчиками ходили куда-нибудь в кафе, какие-то романтические вечера. Но потом уже это был обычный день. Доброе утро. И давайте проведем этот выходной день вместе с нами. У нас пока папа еще спит, но детки все-таки хотят уже чего-то. Я даже сегодня запланировала какой-то общий завтрак, то я сделаю деткам пока что мелькшейк. Из чего мы будем его делать? Так, еще надо пока добавить бананку одну. Еще одну бананочку добавим. Банан. Остатки, чуть-чуть буквально ягод, замороженных, полтора бананчика, шпинат, йогурт, который из набора, который я покупаю в Костка йогуртов. Вот почему-то меньшим способом пользуется вот этот черри вишневый. Я его пользуюсь йогуртом обычно, но и, естественно, молоком. Иногда я еще даю чия семена, но так как сегодня у нас будут все вот эти ягодки, в которых есть как будто свои косточки, да знаете, там от малинки и так дальше, то нет смысла. Поэтому сейчас все это закинем, смешаем, и детки будут пить пока что. Вообще, когда я делаю, вот пью милкшейки, у меня почему-то такое вот идет четкая, как это сказать, ассоциация с моим детством. Вот эти вот, ну не то чтобы молочное кафе, в принципе, можно было прийти в любое кафе, заказать вот этот вот молочный коктейль, который там с мороженым молочком. Ну, в общем, прелесть одна сплошная. Как я помню, он долго взбивался, он был такой весь пушистый, воздушный. Сегодня мы каждый может сам себе сделать, не нужно для этого идти в кафе. Какая-то такая определенная ностальгия. Вот этот фильм, который мне порекомендовали построить, в 80-е, я его так урывками смотрю, когда есть там 10-15 минут свободных, присаживаюсь, смотрю там коротенькие серии. И как бы слоган этого фильма в Википедии я прочитала «Как плохо, хорошо мы жили». Нет, как плохо, хорошо мы жили. Или «Как хорошо мы плохо жили». Нет, «Как плохо, хорошо мы жили». И в этом что-то есть, да. То есть такая определенная ностальгия. Но я думаю, это больше ностальгия не за временем, не столько за тем временем, сколько за детством, да. Потому что это детские воспоминания. И кто даже жил в каком-то полном достатке, у него тоже это какие-то ностальгические воспоминания. Поэтому вот этот молочный коктейль, когда я детям делаю, почему-то сразу вспоминается мне вот кафе, как я шла. Мы шли, там 5 копеек, или сколько оно стоило. И покупали, такие были довольные, пили. Это было классно. Сейчас мои дети, вот, пожалуйста, пьют. Но они тоже, для них это, я думаю, будет воспоминанием детства. Как мама делала нюкшейк, пошла месить. Вот так мы вышли, решили пройтись. И Дошка машет меня с окна. Мы решили пройтись немножко с Габбочкой, потому что такая погода, все белым-бело, просто молоко. Вот все завалило, не видно ничего. Мы с Габбой немножечко решили пройтись. Вот так, вот так. Идем немножко погуляем, погода прекрасная. Мы с Габбой, чтобы было задели, куда выйти. Решили выйти в Рексал, в нашу аптеку. Там сейчас яйца вот, я как это, на... Габбе, прямо иди сюда, прямо, прямо. Я прям, как это, накаркала, что это яйца дешевые стали. Так они вернулись на обычную цену. Но я проверила, проверяю еще часто в Шоппер Драгмарк. И в Рексале, то есть это аптеки, там часто, Габи, Габи, стоп, 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 сюда, сюда, куда ты пошла, сюда. То часто в них тоже бывают по скидкам какие-то продукты некоторые. Действительно, яйца оказались по доллару 99. Вот, как все завалено, не видно, где тротуар, где что. Это мы в корни ходим так. Вот эта дорога, это пригород. Ну, в общем, короче, мы идем. Вот как красиво, снежок ложится. Идем типа как за яйцами, но на самом деле гуляем. Пошли, Габи. Пошли. Снежок ты чистишь. Не чистят рукавички, мокрые потом будут. Давай, мама, почисти. Пирог. Не смотрите, что он такой румяный сверху вроде. Вот такой пирог сделала с мясом куриным. Вот он какой. Такое у меня что-то вдохновение было. А все собрала. Остатки творог, сметана, кефир. Все-все забрала, замесила такой заливной. Заливной такой пирог сделала. А есть-то тоже особо некому. Все придется самой кушать. Все, вот я вам похвастала тоже. Все, ты вкушаешь снег. Мы дошли до магазина, купили даже яйца. Вот мы у магазина. Сейчас нам назад домой. Погода великолепная просто. Габи, это очень тяжело. Очень тяжелый мешочек, видишь? Да, погода просто великолепная. Правда, снежно из-за снега, тяжело идти. Но погода очень хорошая. Пошли. Уборка. Габи, осторожно. Так скользко здесь был. Немножко лед под снегом. Боже, сегодня какой-то такой день, ребята. Я спала сейчас, наверное, часа два. О, как все позаваливало. Это Костя уже расчистил. И опять все завалило. Снег идет с утра. Вот не переставал. Так мы решили никуда уже не ехать. То, естественно, я уже расслабилась. Я просто спала сегодня. Вот. Костя сейчас даже что-то там приготовил. Идем посмотрим, что он там. Ой, наготовил нам. Картошечку, салатик. Привет, дети. Что ты делаешь, Габи? Кушаешь колбаску? Да. А что это за кусочек валяется? Почему здесь у меня что-то приклеено? Привет, Костя. Привет. Так что у нас... Идуша, ты играешь, да? До сих пор играет. Ох, папа делает нам картошечку и салат. Не только мама здесь готовит в этом доме, еще и папа у нас готовит. Вот это ж надо понападывало какое, а? Не знаю даже, Костя, придется теперь завтра оставаться дома. Ты думаешь, все разгребут, перестанет валить? Понятно. Ой, мой малышик, какой красивый эта фотография в начале этого года. Ой, какой же он хорошенький. Никак не могу купить рамочки. Подобрать. Это кривое отсюда надо забрать. Луки, подходи, снег, смотри, смотри, светло. Какой хорошенький, боже мой. Даже у меня про фотографии будет отдельная беседа. Завтра хочу поговорить с вами про фотографии. Да, сынок? Угу. Вы сегодня здоровались или нет? По-моему, нет. Да, привет. Привет, папа. Время у нас 5 часов вечера, без пяти пять. Но на улице очень светло, то есть уже действительно день увеличился. Уже темнеет в 6, даже с несколькими копейками. В общем, короче, кто скажет, что вчера здесь сделала барбекюшку. Сегодня уже все завалено, как будто меня тут никогда и не было. Все. Так что, ребята, это был наш день. Выходной день. Он не очень был активным. Придет уже лето, весна будут более активные дни. Надеюсь, вам было хорошо и весело с нами. Желаю вам доброго утра, хорошего дня, прекрасной недели новой, которая начинается с новыми достижениями. Целями, желаниями и действиями, которые вы делать будете. Ну, а нам уже, по доброй традиции, доброй ночи. Пока, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова